Радство унижает человека до того, что начинает любить свои оковые клетки. И да, у меня есть только GoPro и Zoom H2N. Исправьтесь на новое, что можно снимать и делать видео или что-то такое. Так что я по контенту будет не очень, но видеообзор буду сейчас продолжать делать. Так же самое сделал Coca-Cola и продолжаю все остальное делать. Я хочу рассказать о своей опять кусок жизни, который произошел у меня за пару месяцев. И я с этого города до сих пор не ездил, но начнем с самого главного. То, что я не люблю работать на определенное количество времени за определенный устав. И я начал искать работу, работу, свои мечты. В этом видео вы видите только 4 собеседования, потому что остальные мне оказались интересными. И везде предлагаются такие арабские условия и шарлатанство какое-то что ли. Никто не хочет работать, а хотят, чтобы человек приходил, работал, приносил деньги. Снимать было тяжело, практически я не снимал, только разговор, но разговор тоже тихо все было. Первое адекватное собеседование. Формально я должен был в 10 часов встретиться, но я, как всегда, опоздал, ни стыданью совести. И сейчас без 10 и 11. Первое собеседование у меня прошло с компанией, которая делает, поставляет двери. И люди звонят, надо двери, они свои бригады отправляют, как бы ставят, все такое. Но я сразу сказал, что я на ставку никакую работать не буду, договор подряда. Все, довольно приятный человек, довольно хорошо пообщались, практически час общались. И у меня сейчас второе собеседование. Второе, это чисто лохотрон какой-то и с неприятными людьми, которые там были в кабинете. Очень неприятные, им лишь бабки-бабки. Деду устраиваются на работу по сантехнике, то есть мастер по вызову на час, как они себя рекламируют. 50% от заказа идет им, 50%. Добрый день, мы сегодня на 12 часов договаривались, что я подъеду. Машина денег просит больше, чем человек, и это топливо будет стоить. А 50% это очень большой процент, могу так сказать. Это очень большой процент в этой сфере услуг. То есть тебе заказ общий, общая сумма, из него нужно вычесть 15%, то есть мы платим за заказ, и вот эту сумму уже денег пополам. Да, она не область будет, там это все будет 20% заказа. Ну в любом случае 15%, как бы заказ ни было, это 200 рублей или 2 тысячи. 15% должны все вычислить. Хоум мастер строй фирмы принесли договор, то есть они составили, я попросил договор. Получается, с 1000 рублей, допустим, я заработал, я должен заплатить 15%. Потом после только 15%, еще 50% им выплачиваю. И получается такая ерунда, что договор, когда прочитал, там не было указано ни 15%, ни 50%, кому что я должен платить. Договор составил на трех листах формата А4. И так, что все возможные варианты, которые у меня можно наказать, каким-то регламентом, по каким-то им не понравилась работа, не вовремя приехал на объект или что, лишают меня еще 30%. То есть мне так остается 35%, любой косяк, любое что-то, они по их усмотрению могут сразу лишить еще 30% штрафа. Итого останется 5%. Предмет договора, первый пункт сразу, какая-то выставка товара, материала, свое время должен выставлять и на витрину. Я говорю, что это такое? Я как бы приехал сантехником устраиваться. Не указано, какая у меня процентная ставка, ничего не указано. Ребята, читайте всегда договора, прежде чем подписывать их. Легче отказаться, работы хватает, можно найти что-то где угодно, работы есть. Ты им должен, ты им обязан, и тебя лишают, лишают, лишают. Я им такой, а где 15-50%? Где они? Где они не указаны? Ну, нам надо туда 15% заплатить. Я говорю, а вам тогда за что 50? Прописывайте, куда я денежные средства должен передавать. Я не могу так. Я работаю, вы приехали, как всегда, деньги хапанули и уехали. Я говорю, это некрасиво так поступать и некрасивые договора. Так что мои попытки устроиться куда-нибудь дальше будут продолжаться. Третье, это тренажерный зал, тоже с рабскими условиями, которые я никогда в жизни не захочу там работать. Только если я не буду жить, прямо возле этого подъезда. Так как я работаю сантехником и тренером, и делаю всякое, что могу делать и зарабатывать деньги, мне позвонили на собеседование в тренажерный зал. Я забыл, что в тренажерный зал. Вот, я сейчас туда еду и... Потому что я знаю, я пойду, если меня возьмут, я поработаю, а потом уйду. Я не люблю работать на время какое-то определенное, на ставку. Я не могу понять, как это можно человеку платить ставку за потерянные в жизни часы. Стандартный зал, оклад. Если у тебя есть 6 человек, ты тренируешь хотя бы 6 человек, у тебя появляется оклад 220 рублей. Месяц стажировки, 3 дня бесплатно тренируешься, как бы показываешь практики такой, смотрят за тобой. Потом берут на испытательный срок. 18 рублей персональное занятие, а 9 рублей идет мне в карман. 9 в залу. И получается такая система, что если будут какие-то проценты, процентов вообще нету. То есть, если у тебя 100 персоналов, 150, 200, вообще нету. У тебя как бы оклад 200 рублей или 220. Да, получается, если 6 человек ходят в месяц по 12 раз каждый, то это 72 тренировки. И 800 рублей платят за тренировку, получается. То есть, за персональное занятие. Что у меня будет? 1296 делим. Четвертое. Это услуги адреналина. То есть, приходишь со своими клиентами там, их тренируешь за полную стоимость. То есть, ты покупаете абонементы оба. А потом, если все устраивает, эти же клиенты тебе уже платят 50%, а не 100%. Ну, короче, еще одно рабство. То есть, смотрите, у нас, получается, стажировка проходит в месяц. То есть, приходит человек, вы должны с ним работать. Первоначально вы работаете своим клиентом по 100%. Такое рассматриваете? В принципе, возможно. Приходит человек в зал, вы, получается, от него зарабатываете 100% в течение месяца. В дальнейшем, если все хорошо, если все устраивает вас и нас, заработок идет, как я говорил, 50% от наших клиентов. Что касается массажа, все так же. Каждый пытается заработать, и как хочет, так и зарабатывает. Как может, так и зарабатывает. Адреналин. Как я его ненавижу, адреналин, потому что с этими условиями перетянуть его туда, чтобы с ним тренироваться. Еще... Еще, что я делал? Я ездил в Слуцк на 8 марта. Я чуть-чуть подсобирал денег, так как до дома мне далеко ехать, в Сетлогорске. Я поехал в Слуцк к своему лучшему другу, к Вале, к ее сестре, к ее маме. И там до ночи просидел, проговорили, прокушали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, были тяжелые моменты у меня в жизни, и они до сих пор продолжаются. Это во-первых. У меня на все про все, но осталось на пару дней 40 рублей. Даже меньше. Это на топливо, на еду. Хоть моя жизнь не настолько идеальна, или как хотелось бы быть богатым, каким-то счастливым, ездить, путешествовать. У меня у этого ничего нет. У меня есть работа, какой-то движ, какой-то мысли, переживания, чувства. Я ограничен в своих рамках каких-то в жизни. Главное, спокойствие. Много таких мыслей всегда рассуждаю, что еще прожить, допустим, моей собаке, лет 6-7 и она умрет. Ну, я-то понимаю. Ну, главное, не думать о спокойствии. За это время можно много чего, получить эмоции, чувств. Надо жить здесь и сейчас. Хорошо, что хотя бы у меня эта машина появилась. Это моя душная такая, которая могу вместо мотоцикла поездить, погонять. Ну, дурацкий, конечно, но мне это нравится, как она ездит, как динамика ее. Такая простая, дешевенькая, а столько дури в ней. Да, я думаю, я счастлив, что у меня есть моя жизнь, такая, какая она есть. Хотел бы я быть в Мессе какие-нибудь или Роналдо, или Лукашенко, Путиным? Наверное, нет. Общаги, общаги, общаги. Ностальгическое вспоминается прошлое. Понимаешь, ты земля, все это как бы одно и то же остается на долгие годы для нашего мировоззрения, для нашего взгляда после нее со вселенной ничего не меняется. А наша жизнь идет каждую секунду. И вспоминаешь это все. Как ждал весну, мотоцикл, Ижак свой, Джиксер. Свои отношения первое, свою любовь. Как не хватает, допустим, отца, Вали не хватает. Кажется, ну, вот позвоню, вот пообщаюсь, а потом понимаешь, что до конца своей жизни больше не услышишь их, только если во сне. или по какой-нибудь записи я по какому-нибудь видел. И от этого вот так грустно становится. Думаешь, блин, ну как? Чего нельзя сейчас их увидеть, услышать? Чего нельзя позвонить? Почему мир такой, который мы его видим, он такой, какой есть? И от этого становится чуть-чуть грустно. Так как у нас сейчас работы очень мало по сантехническим, по строительским работам, то есть, если они есть, они настолько низкооплачиваемые. Ну ладно, мы взялись за общежитие делать на Дзержинском, медицинские общежития. Калипинский играм летним 2019 года готовят их. То есть, туда заселят иностранцев. И там надо было полностью в комплексе делать работ. 700 чем-то квартир, как бы я считаю, и мы их называем блоками, но они как квартиры идут, по мне. Две комнаты, ванна, туалет, все раздельно, все классно. Вот, допустим, цены там настолько низкие, что приходилось очень много работать и ездить, чтобы по мелочам собиралась какая-то сумма. Блок зашить, это две комнаты с сайдингом, выходило где-то 30-35 рублей. Они считали, как за квадратуру, или 25 рублей, что-то не помню такое. Цена мне говорили. И, а это металлопрофилем зашить и сайдингом зашить, это очень долго на одного человека. А если вдвоем, так копейки выходят. Ну, наконец-то мы их закончили, все. Вот, общежитие. Держинство, вроде 97. Переклеиваются обои, меняются ручки. И надо делать такие зашивки с профилем. И том сайдингом зашивать. Плюс смеси серяда менять на такие. Девять комнат, левое, правое крыло. А за второй сейчас раз нас не рассчитали. Вот мы сидим, какие-то перебиваемся заказами. А за эти общежития нам не дали. Надо уже за квартиру за все платить, платить, платить. Ну, ладно. Думаю, как-нибудь выкручусь. Общежитие уже снимаем обои. Нам другие боксы дали. Все хорошо, все замечательно. Но есть одно но. Блин, я пустой в кошельке вообще. У меня, может, копеек 10-15 есть, и нет ни на заправку, ни на что. И на сегодня только есть пачка творога и два куска хлеба. Ну, и дома овсянка. Вроде бы работаешь, работаешь, никуда деньги не тратишь, они куда-то улетают. Потому что цены такие дорогие. Жизнь стала дорогая в Беларуси. Еще я встретился с девчонкой из мотоклуба женского, Ласточки. Познакомился с ней на остальных витрах. Кто не любит? А как ты на это? А я... Своей терпеть, что не тяга. Вообще-то это видео потом срежет. Тут хорошее качество. И она мне подарила, Минс приехала, подарила такой портманет для документов, для водительских документов. Тут Yamaha Vimax нарисовано. Тут тоже Yamaha Vimax написано то, что я люблю, то, что у меня на косухе набито. Вот такая штука. Я ссылку оставлю. Это ручная работа. Человек занимается кожей в Беларуси. По-моему, в Гомеле довольно очень классно все делает. Во-вторых, билет на Манавар стоил 80 рублей. Чтоб мне туда попасть, мне пришлось попотеть, потому что в последний момент я решил пойти. Написал в группе ВКонтакте куплю билеты. Те, кто не успевает войти, или не получается, и не успевает билеты сдать, куплю за полцены, или за какую-то там... У меня в кармане 10 рублей. Я договорился с людьми, что куплю билеты. Потом они начали писать и предлагать доцену чуть дороже. Ладно, на этом мы остановились. Я давай дальше искать. Нашлась девушка, которая через Киви хотела, чтобы я ей оплатил счет, и она мне переслала электронные деньги. До 7 вечера я не оплачивал ей, потому что я боялся, что это мошенник. Я на то, что писал, и вы мне ответьте, и все такое, что я... Кому ты продашь другим, если билеты есть, просто у меня денег не хватает. Но она прилагала сумму в 2 раза дешевле. Короче, списался с одним пацаном, он за 50 рублей мне билет продал. И с девчонками тоже за 50 рублей. Мы пошли вдвоем с другом и купили по 50 рублей билеты. Еще познакомился с хлопцем Димосом с Бобруйска. Вот. Он у девчонок купил билет, и я у девчонок купил билет. И еще когда списался с пацаном, потому что нам 2 набила билета, мой друг пошел купил у другого человека еще один билет. И у меня с самого утра не было денег. У меня было только 10 рублей. Я поехал за мной детальку по сантехнике и перебегал дорогу. И мне, короче, как назло, ехала где-то вдалеке охрана, которая выезжает на вызовы на квартиры, на гаражи по сигнализациям. Они подъехали к магазину и стояли меня, ждали. Отозвали меня и сказали, что я перебегал дорогу, не положил на месте. А там, считай, что как двор во дворе проявляя часть, там секунда перебежать. Я сказал, что я помех никому не создавал и вообще машины не было, там не ехало. Ну, короче, они вызвали ГАИ, мне дали еще помимо этого штраф 25 рублей, который в течение месяца надо платить. И так денег нет. Я поехал в работу, сделал, и все-таки в самый последний момент перед концертом я купил этот билет. Сначала уже думал не идти, но все-таки пошел. Мановар, классный, мне вообще концерт понравился, слишком басов много было, но будет у меня полноценное видео, но так как там запрещено было съемка, там ходил американец какой-то, их много ходило, и если с камерой, то они рукой закрывали и могли выгнать просто. У меня три предупреждения сделали, я потом просто аккуратно снимал, хоть как-то просто, ну, просто снять для себя, для видео, что там было на концерте. На мобильнике можно было снимать, а на GoPro-шку нельзя. И вот как вышло, так вышло. Так что я счастлив, что попал на концерт Мановар. Еще момент такой получился с Мановаром прикольный, когда в фильм выходил металлика, типа, как бы фильм и концерт, когда пацан хотел на металлику упасть, и все, передряги какие-то попадал, и, короче, вот и у меня типа такого было. Я думал, уже не попаду на Мановар, но уже запускали людей, уже человек психовал, все психовали, кого-то найти не мог, встретиться, денег не хватало. Потом мне Дима, этот познакомитель с парнем, который он тоже билет покупал, мне пивом угостил. Потом пошли мы к другу, к Сане, и там нашрались до 7 утра. Я думаю, я попал только в 9 утра. Вообще без ничего. Телефон, у меня память заполнена, и коряво снимает, и звук говно. В принципе, я и не настроен снимать, но на палке оно удобно, ты поставил, но тут стабилизация цифровая. Что у меня? Ага, я же 50 рублей оставил, у меня рублей 10 на карточке оставил. Я так еще легко вытянул, мне прям на ладошку я его... Сколько сейчас? Почти 8 часов, мы поели пиццы и пиво. и никого нету. 24 еще, нормально. Димон. Born to live to my new world. Там теоретные... Не идет к себе, молчатся, и говоришь, что там, а потом не кажешь к себе. Да нет, это не знаю. Ну, че теоретные, как-то. Подождите. Давайте, я... Так она пустая. Она вот эта вот старая. Не, я хотел рюкзак оставить, потому что там камеры не закрыты. Ну да, камеры хранения не закрыты. Но вам придется сразу его открыть. Да и без проблем. Что я сейчас сделаю? Снимаем. Зачем? Это видеоблог. Ну, это же не охранный объект. Зато я при исполнении сюжетных регионов. А это не имеет значения. Почему лежать? Я в личную жизнь не лезу. Я как бы нахожусь. Ну и... Снимаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Еще какая бы текущая Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok